Друзья, всем огромный привет! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. И сегодня вашему вниманию я предложу рецепт приготовления очень вкусных пирожков, жареных и запеченных. Сегодня будет два варианта с очень интересной и необычной начинкой. Уверена, этот рецепт вы оцените по достоинству. И как всегда, начинаю с приготовления теста. Берем теплую воду и добавляем сюда сахар. Добавляем дрожжи, перемешиваем и оставляем на минут 5-10. Это делается для того, чтобы проверить, хорошие ли дрожжи. И посмотрите, через 5 минут, как все хорошо вспенилось. Часть муки просеиваем и я добавляю сюда все ингредиенты. Дрожжи, молоко, соль и все хорошо перемешиваем. Начинаю замешивать вначале ложкой, потом постепенно ввожу муку, вымешиваем руками. И в конце замеса я, как всегда, добавляю растительное масло. Благодаря растительному маслу тесто даст хорошо себя вымешать и возьмет как меньше муки. Очень важно, чтобы эти пирожки не были забитые, тесто не забить. Вот такое тесто у нас получилось. Оно немножко липнет к рукам, тягучее. Смазываем форму маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на минут 30-40. А тем временем займемся начинкой. Мелко нарезанный лук на растительном масле обжарила до золотистого цвета. И добавляю сюда печень. У меня свиная, я ее нарезала небольшими кубиками и промыла под проточной водой. Печень можно использовать абсолютно любую, куриную, говяжью, в общем, что вам нравится. И жарим до готовности. Когда испарилась вся влага, печень готовится довольно-таки быстро, минут 10. Добавляю соль и перец по вкусу. Часть начинки готова. А за то время у меня отварилась картошка. Я слила всю лишнюю жидкость и сделала пюре. К картофельному пюре добавляем печень, зеленый лук и петрушку. Зелень добавляйте по вкусу. Начинку я не солю, так как картошку подсаливала. Перемешиваем и даем начинке полностью остыть. А за то время вот уже тесто подошло. Смотрите, какое оно хорошее, очень нежное. Как только начинаю с ним работать, он уже сразу пузырится. Очень мягенькое. Немножко его обминаю и будем формировать пирожки. Делю на две части. Каждую из частей я также делю на части. Половину шариков я делаю побольше, а половину поменьше. Сформируем первую половину, которую я буду запекать. Начинки добавляю много, так как люблю пирожки. Чем больше начинки, тем они вкуснее. Тем более такая вкусная и необычная начинка. Первый вариант вот такой вот я делаю. Это для запекания. Отправляю на форму, которую смазала растительным маслом. Пирожки все сформировала и даю им отдохнуть минут 15-20. В общем, на то время, пока я буду лепить оставшиеся пирожки. А вторую часть пирожков для жарки я буду делать небольшими, кругленькими. Формируются они очень просто, с этим тестом легко работать. И вот пока я сделала все пирожки, те, которые буду запекать, уже подросли. Смазываю желтком и отправляю всю духовку, разогретую до 180 градусов на 40-50 минут. А оставшиеся пирожки жарим на раскаленной сковороде с растительным маслом. На среднем огне, чтобы тесто хорошо успело прожариться. Но начинка у нас так и готова, поэтому жарятся они довольно-таки быстро. Снимаем пирожки на бумажное полотенце, чтобы впитался весь лишний жир. Обязательно потом пирожки нужно отправить в кастрюльку, которую накрыть крышкой. Они там стоят очень мягенькими. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Пирожков получается довольно-таки много. Во время жарки у меня уже штучек 8 съели. Но порция получается довольно-таки большая. Вынимаем пирожки из духовки. Накрываю полотенце на минут 10, чтобы пирожки остыли, отдохнули. И посмотрите, какие они хорошенькие. Это тесто хорошо как жареное, так и запеченное. А с этой начинкой это просто обедение. Ну что ж, друзья, завариваем чашечку чая и можем вкушать. Это просто недорого и очень вкусно. Уверена, вы и ваши близкие оценят результат. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Если он вам понравился, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада до новых встреч. Всем пока и приятного вам аппетита!